Дерзкое ограбление ранним утром. В Самаре преступники похитили 3 миллиона рублей из отделения почтовой связи. Напомним, это уже третье ЧП за этот год, связанное с работниками почтовой службы. 8 января самарская пенсионерка обнаружила в мусорном контейнере три сотни писем из разных официальных инстанций. 12 января в Октябрьске неизвестные напали на почтальона. С подробностями Павел Баймаков. Маски шоу добрались до почты. Рабочий день в 95-м почтовом отделении на улице Ташкентской, 147, закончился потерей крупной суммы денег. Двое неизвестных в масках проникли в служебное помещение и, угрожая огнестрельным оружием, похитили сумку, в которой было ни много ни мало 2 миллиона 200 тысяч рублей. Средства предназначаются для работы отделения почтовой связи, для расчета с клиентами, для денежных переводов, для выплат пенсии. То есть это операционная деятельность. Работа почты не изменилась. То есть отделение почтовой связи работает по своему графику. Клиентов мы обслуживаем в обычном режиме. Позже в одном из дворов в полукилометре от места преступления был обнаружен автомобиль предполагаемых преступников, а в нем маска одного из нападавших. Внимание сотрудников ДПС привлекли обрывки транзитных номеров. На машине стояли госномера, а поверх были транзитные госномера, сорванные уже. То есть фрагменты транзитных госномеров оставались на номерах. То есть у нас вызвало это подозрение. Полицейскими ведется поиск преступников. Сейчас известны лишь некоторые приметы. Рост порядка 175-180, среднее телосложение, одеты были в камуфляж, на головах были маски, на руках были перчатки. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, которые совершили это преступление. Павел Баймаков, Иван Карпов, ГИС-события. Вандалы испортили фасад. На стене особняка Курлиной появилась цитата всемирно известного граффитчика Бэнкси. Мало того, что внешний вид недавно отреставрированного культурного памятника испорчен, еще и написано с ошибками. Цитата означает примерно следующее. Если бы граффити что-то меняло, оно было бы незаконным. Уличные художники в смысл вряд ли вникали. Вернуть зданию приличный вид теперь непросто. Особняк – памятник федерального значения. Краска для фасада – часть проекта, который требует долгого согласования. На скорую руку надпись не замажешь. Хочется сказать этому человеку, прям вот поймать его, с рукава сказать, ну зачем? Во-первых, с ошибкой. Во-вторых, зачем портить? Нарисуй у себя на стене дома. И радуйся, смотри, если ему нравится. Ему вот на это нравится смотреть, если он нарисовал. Жители, которые видят процесс написания, делают заявления. И по этим заявлениям должны работать правоохранительные органы. Вот и все. Если верить статистике, преступность в Самаре снизилась. В полиции подвели итоги прошлого года. Всего совершено более 14 тысяч преступлений, из которых 10 тысяч кражи и 2 тысячи уличные грабежи. Кировские промышленные и советские районы Самары сохранили позиции наиболее криминогенных районов города. По горячим следам полицейским удалось раскрыть почти 400 преступлений. Более 300 правонарушений совершили несовершеннолетние. На особый учет попали более тысячи подростков. Около 60 из них совершали правонарушения в состоянии алкогольного опьянения. Также за 2012 год в Самаре зарегистрировано почти полторы тысячи ДТП. На дорогах погибли около 100 человек. Из них три ребенка. Более тысячи получили ранения. Те преступления, которые относятся к категории уличных, это грабежи. Из них процентов 98 это совершается на улицах. Это разбой. Примерно такая же цифра. Это кражи. Это достаточно значительные. Они все имеют тенденцию к снижению. В защиту прав дольщиков президент Владимир Путин подписал закон о страховании ответственности застройщиков. При регистрации долевого участия застройщик будет обязан предъявить договор страхования. В прошлом году цены на жилье в Самаре выросли на 10%. Как рынок недвижимости отреагирует на принятие нового закона, разбиралась Мария Иваткина. В Самарской области около 30 тысяч обманутых дольщиков. Интересы соинвесторов теперь должен защитить закон о страховании долевок. Застройщиков обяжут страховать объект, если они привлекают средства граждан. Председатель общественного движения дольщики Самары Василий Алексеенко не исключает подводные камни. Авторитетные страховые компании, скорее всего, не возьмут на себя такие существенные риски. В случае банкротства застройщика сумма может быть неподъемной. На рынке именно самого страхования существуют недобросовестные страховщики. Они, в свою очередь, могут воспользоваться такой ситуацией. И, в общем-то, мы получим опять не только пострадавших дольщиков, но и, возможно, пострадавших застройщиков. Эксперт в области страхования Олег Кукарев считает, закон о страховании долевок может привести на региональный рынок фиктивные компании. Таких сейчас особенно много в столице. Не вызывает доверия у страховщика и сам законопроект. Если этот закон вступит в 2014 году, то скандалы начнутся, ну, где-то, допустим, начиная с 2017-2018 годов. И до этого момента люди будут думать, что у нас в стране что-то налаживается. Закон начнет действовать с января 2014 года. Его действия, по мнению экспертов, сами дольщики ощутят сразу. Документ окажет влияние на строительный рынок в плане стоимости. Оформил страховку, спи спокоен. Острахование долевого строительства в России может привести к удорожанию квадратного метра жилья. Средняя цена вопроса 60 тысяч рублей в год за квартиру. И на чьи плечи лягут дополнительные расходы? Вопрос риторический. Областные власти на государство надеются, но и сами принимают меры по решению проблем обманутых дольщиков. Утверждена программа, рассчитанная до 2016 года. Она предполагает финансирование в 4 миллиарда рублей. Деньги в первую очередь направят на строительство домов в границах улиц Авроры, Дебенко, Революционные и Гагарина. Региональные власти будут компенсировать застройщикам расходы на строительство и реконструкции коммунальных сетей на проблемных долевках. Мария Ваткина, Валерий Шаронин. ГИС. События. Продолжаем выпуск. 14 января губернатор Николай Меркушкин встретился с заместителем председателя российского правительства Ольгой Голодец. Речь шла о строительстве в губернии новых детских садов, создании в регионе федерального университета и центров для одаренных детей. Также губернатор и зампред российского правительства обсудили ремонт больниц и поликлиник и перспективы строительства в Самарской области перинатального центра. За отказ медицинской помощи будут штрафовать. Главных врачей больницы и поликлиник накажут рублем, если пациента пожалуются, что им не помогли. Такое поручение дал министр здравоохранения области Геннадий Гридасов. Оценивать жалобу будут независимые эксперты территориального фонда обязательного медицинского страхования. В прошлом году лидерами по числу жалоб стали городская больница номер 7 Красноглинского района, 10 поликлиника Советского района и 13 в Железнодорожном районе. Также часто жалуются на пятую медсанчасть Кировского района, сообщает пресс-служба областного Минздрава. Штрафовать медработников за неоказание медицинской помощи начнут с 1 февраля. 33 квадратных метра и более депутаты Самарской губернской думы планируют установить минимальную планку предоставления жилья детям-сиротам. Необходимость поправки возникла после принятия закона в декабре прошлого года. Согласно документу, детям-сиротам будут предоставлять не социальные выплаты на строительство и приобретение жилья, как это было прежде, а квартиры, находящиеся в муниципальной собственности. Когда мы принимали этот закон, мы вынуждены шли на то, чтобы его надо было принять в том году, для того, чтобы получить федеральные средства на этот год, для того, чтобы мы могли сейчас снивелировать все подводные камни. Покупать квартиры будут за счет средств федерального и областного бюджетов. Но если площадь жилья будет превышать установленные 33 квадратных метра на сироту, то дополнительные расходы возьмет на себя муниципалитет. В 2013 году планируется направить на эти цели почти 300 миллионов рублей. Это позволит обеспечить квартирами более 320 человек. Другим темам. Все налет, ТОСам будут выделять средства на заливку катков. Такое решение озвучено на рабочем совещании в мэрии. Всего этой зимой в городе появилось более 80 ледовых площадок. Самый большой каток на набережной – более 4000 квадратных метров. Дворовый каток на улице Гагарина не пустует ни минуты. Покататься и поиграть в хоккей сюда приходят дети и взрослые со всей округи. Ледовая площадка – дело рук местных жителей. Каждый год они сами заливают каток. Заливают местные жители. Двое местных мужчин. Спасибо им большое. А вот они живут в Гагарине 17, дома и вот противоположные. А грубо говоря, их силами мы вот и здесь спортом увлекаемся. Мы проводим на катке по 4 часа. Тут катаемся после школы. А если выходные, то вообще целый день. Таких активистов в самарских дворах по пальцам можно пересчитать. Здесь могли бы помочь ТОСы. Но средств на эту работу им раньше не выделялось. Теперь ситуация кардинально изменится. На заливку катков городская администрация будет выдавать субсидии. Большое количество благодарностей жителей мы сейчас получаем, потому что у нас появились новые катки с неплохим качеством и в парке Гагарина, и на набережной. Очень многие дворовые катки традиционно ежегодно обслуживаются управляющими компаниями с хорошим надлежащим качеством. Но количество их мы снижать не можем. На субсидии ТОСам из городской казны выделят около 5 миллионов рублей. Сейчас в областной столице залиты 83 ледовые площадки. Скоро зальют еще 9 недостающих катков. Лариса Шлафас, Дмитрий Тарасов, ГИС События. Областная госавтоинспекция призывает водителей быть внимательнее на дорогах. Снег и перепады давления вызвали ухудшение дорожной ситуации. Увеличилась вероятность заносов и съезда в кювет. Лучше избегать резких маневров и снизить скорость. Пешеходам советуют одевать одежду посветлее и внимательно смотреть по сторонам, даже переходя дорогу по зебре. Снегопады в регионе прогнозируют еще несколько дней. К чемпионату и первенству Самары по лыжным гонкам снег как по заказу. Сотни лыжников два дня били за победу. Дети, взрослые, ветераны для каждого нашлись достойные соперники. Александр Соловов новострил свои лыжи много лет назад. Без них жизни своей не представляет. Сначала выступал за школьную команду, потом за сборную университета. Какое-то время лыжами занимался для себя. Теперь сражается за команду ветеранов. Эта гонка принесла ему победу. Первый старт был в пятом классе. Дед мне сделал палки из жердей лесных. И вот я бежал в первую гонку в пятом классе, которую выиграл. Это 24-я школа города Златоуста. Тогда я жил в городе Златоусте. Ну, с того все и началось. Более двухсот человек сражались за первенство. Теперь делят медали. Организаторы говорят, в советское время лыжи были популярнее, чем в век компьютеров. Но с каждым годом количество участников растет. Более тысячи любителей слалома осваивают загородные трассы. Говорят, с этим призванием невозможно расстаться. Вот группа у нас, да, вот сейчас ненагражденная, где первый и второй – доктора наук. Они ездят на симпозиумы, захватив с собой лыжи по всему. Звонят в Америку, если их туда пригласили. Снег у вас есть? Есть. Лыжи в чехол. Бой окончен. Лыжники всех возрастов, на деле доказавшие, что достойны победы, разобрали медали. Теперь снова в погоню за скоростью. Но уже не за призами, а для души. Павел Баймаков, Евгения Белова, Станислав Левин. ГИС-события. Святые и страшные вечера в Самаре. Музея Лабина в канун Старого Нового Года проводят калятки для молодежи. История повелось, что святки длятся 12 дней с Рождества до Крещения. Эти дни были насыщены обрядами, магическими действиями, которые должны были обеспечить благополучие на весь предстоящий год. Как проходят святки-калятки сейчас, узнавал наш корреспондент. Целоваться – русская народная забава. Целовальные игры во время святочной недели были самыми любимыми среди деревенской молодежи 19 века. Потому что на таких вечерах и знакомились часто парни и девчонки. Хороводы водить – мало того забава, так еще и наука народная. Освоить ее можно, правда, за один вечер, если захотеть. А захочется сразу же. Стоит только взглянуть на водящих хороводы, уверяют постоянные участники святок в музее Алабина. Своеобразный тренинг. Тренинг с традициями, который, в принципе, помогает так же, как вот приходя сейчас в какие-то тренинговые центры, мы платим за это деньги. Здесь, изучая народные традиции, можно тоже попробовать раскрепоститься, попробовать включиться в совершенно незнакомую компанию. Ну и может, как и лет 150 назад, найти свою вторую половинку. Девушек больше, чем парней, зато сохраняется историческая достоверность. В деревнях, на вечерках парней традиционно было меньше. Исторически выверены и костюмы. Бабушки показывают свои костюмы, как они, вот мой молодой костюм, вот в этом костюме я замуж выходила. Потому что в основном сохраняются костюмы, которые праздничные. Потому что в повседневных костюмах изнашивают до дыр. Также у бабушки сохранятся ткани. Вот эта ткань, из которой сделан мой сарафан, это ткань, которую я забрала у своей бабушки. Она даже не помнит, откуда она ее взяла. Может быть, она тоже ее у своей бабушки взяла. Из этой ткани мы сшили костюм. Также такие же ткани берет моя знакомая, тоже у своей бабушки. Она смотрит, что она из них делает. Если понравится, дает следующую. Тому, у кого нет доступа в бабушки, на сундуки в помощь современные технологии. Набивную ткань заказывают аж в Америке через интернет. В свое время знаменитые барановские мунифактуры были вывезены именно туда. А в России такие ткани уже не делаются. В этом костюме ты не можешь высоко прыгать или быстро бежать в танце, например. Ты себя ведешь величаво. Ты, если идешь, даже если быстрый танец, ты все равно прямой. Ты быстро не можешь делать суетные движения. А когда ты в брюках, тебя, конечно, не располагает к таким. Но чтобы водить хороводы и в целовальные игры играть, совсем не обязательно быть в историческом костюме. Главное – желание, задор и удобная обувь. Марина Матвеевична, Артем Сулайманов. ГИС События. Яралаш в Самаре. В областном центре готовятся к съемкам юмористического киножурнала о жизни детей, школьников и студентов. Минифильмы станут самарскими аналогами известного всем Яралаша. Первый десяток сюжетов планируют снять уже весной. Проект берет под крыло Борис Грачевский, художественный руководитель и идейный вдохновитель знаменитого киножурнала. Организаторы предлагают юным самарцам принять участие в кастинге. Режиссер будет отбирать претендентов на разные роли в течение 10 дней. С 18 по 26 января. С 16 часов до 20 по адресу проспект Карла Маркса, 192, офис 514. Возраст участников от 5 до 25 лет. С театральных подмостков хит-парад самарской блогосферы. Такой прорыв пытались совершить сотрудники Самарского академического театра драмы. Они сняли пародийный клип на одного широко известного в интернет-кругах исполнителя. Дед Мороз, Снегурочка Бэтмен и персонажи шекспировской леди Макбет сплотились, чтобы дать отпор южнокорейской оккупации российского интернет-пространства. Сотрудники Самарского академического театра драмы сняли феерическую пародию на клип «Гангнам стайл». Съемки проходили как на сцене театра, так и на улицах города. Во время съемок творилось сумасшествие, потому что они давали фонограмму, они плясали, они дурачились, и люди хотели присоединиться. В общем, это было очень весело. Как рассказали актеры театра, они впервые отметили Старый Новый год вместе. Таким вот необычным способом – съемкой клипа. Это стало хитом последнего времени этот южнокореец толстенький. У нас есть такой артист Иршат Байбиков, похожий, это всегда очень важно в пародии, который блистательно сделал, я думаю, он забил корейца. Это клип, который может стать популярнее, чем просто стайл этот. Сотрудникам театра так понравилось снимать пройденный клип, что они пообещали теперь каждый праздник радовать поклонников своего творчества чем-нибудь подобным. Видимо, следующий интернет-хит от актеров драмы самарцам следует ожидать ближе к 23 февраля. Алексей Захаров, Дмитрий Тарасов, ГИС, События. Завершает выпуск курс валют на 16 января. Доллар 30 рублей 25 копеек, евро 40 рублей 40 копеек. Это пока все. Мы ждем от вас интересных тем. Телефон редакции 202-11-22. Наш сайт samaragis.ru. Всего доброго. Продолжение следует.